Добрый день. Я, Лебедев Леонид Иванович, представляю на ваше внимание доклад «Геометрические аспекты корреляционно-экстремальных методов распознавания объектов и сжатия гиперспектральных изображений». Следует отметить, что корреляционно-экстремальные методы распознавания относятся к методам сравнения объекта с эталонами и, следовательно, быстродействие этих методов напрямую зависит от количества использованных эталонов. Эффективность сжатия изображений методами, в основе которых положены идеи распознавания, также зависит от количества использованных эталонов. Целью данной работы является исследование, позволяющее оценить, какие факторы влияют на количество эталонов и каким образом минимизировать их число. Исходной информацией для исследований будут гиперспектральные изображения, ГСИИ, представленные в виде трехмерного куба, где каждый пиксель изображения является спектральным образом или сигнатурой некоторого фрагмента подстилающей поверхности. По необходимости каждый пиксель далее будет представляться как точка в онмерном пространстве. Распознавание корреляционно-экстремальными методами осуществляется на основе вычисления оценок сходства, в качестве которых берется минимальная относительно параметра преобразования объекта, средне-квадратичная ошибка, получаемая по описанию пикселя объекта и эталона в соответствии с формулой 1. В зависимости от параметров преобразования будем рассматривать четыре типа оценок сходства, инвариантно к тождественному преобразованию, к смещению, к преобразованию подобия, а также относительно обоих преобразований. Вычисление этих оценок задается формулой 2. На быстродействии методов распознавания количество эталонов играет наиболее существенную роль в методах распознавания в режиме самообучения. Для этих методов характерно автоматическое формирование эталонов на базе описания нераспознанных пикселей. Пиксель считается распознанным, если наименьшее из оценок сходств и списка эталонов будет меньше заданного порога. В работе обсуждается два типа порогов – постоянный и адаптивный, пропорционально нами пикселя. Вначале рассмотрим методы распознавания. Как следует из рисунка 1, при фиксированном пороге области покрытия в классах эквивалентности для методов распознавания инвариантно к тождественному преобразованию и смещению не зависит от местоположения эталона. Для метода инвариантного масштабирования область покрытия будет большей, если выбирать эталон с меньшей нормой. При адаптивном пороге величина области покрытия, наоборот, больше для первых двух методов и не зависит для метода инвариантного подобия. На рисунке 2 изображены многомерные области покрытия для метода инвариантно к смещению и масштабированию. Область покрытия представляет собой часть пространства, заметаемая многомерным конусом, при смещении его вдоль прямой L1, проходящей через точку, определяющей положение заданного пикселя. Направляющий вектор этой прямой имеет постоянное значение координат. Для этого метода области покрытия зависит от нормы эталона, как при фиксированном, так и адаптивном порогах. Рассмотрим теперь методы сжатия ГСИ на базе распознавания самообучения. Особенность методов сжатия состоит в том, что аппроксимированный пиксель должен быть восстановлен с заданной точностью. В формуле 4 приведены все четыре оценки сходства, используемые в предложенных методах сжатия. На рисунке 3 отображены области покрытия методов сжатия при фиксированном пороге. Для метода инвариантно-тождественного преобразования границами областей покрытия служат сферы с фиксированным радиусом. Для метода инвариантно-к смещению покрытием является цилиндр с осью, проходящей через пиксель эталона и направляющей параллельной L. Для метода инвариантного к масштабированию области покрытия также и будет цилиндр с осью, проходящей через эталон и начало координат. Отметим, что местоположение эталонов на мощность соответствующих классов эквивалентности влияния не оказывают. При адаптивном пороге области покрытия методов сжатия отображены на рисунке 4. Для методов сжатия инвариантно-тождественного преобразования и масштабирования области покрытия аналогично областям соответствующих методов распознавания. Для метода сжатия инвариантно-всмещению область покрытия ограничивается усеченным конусом с осью параллельной L1 и проходящей через точку эталона со сложного вида направляющей, причем чем более норма эталона, тем больше область покрытия. При применении методов сжатия важно иметь представление о предельных возможностях каждого из них. Базовое уравнение сжатия гиперспектрального изображения задается формулой 5. Из этого уравнения следует, что коэффициент сжатия для метода инвариантно-тождественного преобразования не может превышать числа спектральных каналов N. А для инвариантных к смещению и подобию не больше, чем N делено на 3, а для инвариантного к обоим преобразованиям не выше, чем N делено на 5. Кроме того, из формулы 5 были получены неравенства на разности между числом эталонов для разных методов, позволяющих оценить эффективность сжатия каждого из них. Основной величиной в этих неравенствах служит отмешение числа пикселей изображения к числу каналов. Кроме отмеченных выше способов возможного уменьшения числа эталонов, в работе предлагается алгоритм их генерации на основе сплошной укладки, базирующейся на реализации формулы 6. Суть данного алгоритма заключается в применении описания нераспознанного пикселя в целях удаления его от границ уже имеющихся эталонов для уменьшения областей перекрытия. На представленном рисунке показано, как на плоскости реализуется генерация нового эталона. Отметим, что на плоскости для сплошной укладки значение лямбда равно корень из трех, а для трехмерии лямбда равно два корней из двух деленно-натрия. Получение значений соответствующих параметров для больших размерностей пока не реализовано и, возможно, в этом направлении могут помочь работой Марины Вязовской по плотной укладке шаров в пространстве размерности 8 и 24. Эксперименты проводились на двух фрагментах реальных гасидей. Подстилающей поверхности в первом фрагменте, представленной на рисунке 5, была акватория моря с нефтяным пятном. На рисунке 6 представлены результаты распознавания пикселей фрагмента методами с оценками сходства, инвариантными тождественными преобразования и масштабированием со смещением. В качестве эталонов использовалась область изображения, соответствующая палитре моря в составе 20 пикселей, а в таблице 1 приведены результаты сжатия при различных порогах. Как показали эксперименты, в результате применения алгоритма формирования талонов на базе формулы 6 их количество может быть сокращено до 5%, в среднем на 2% при различных значениях параметра лянда и номеров пикселей изображения взятых в качестве начальных точек. На втором фрагменте изображения на рисунке 7 сжатия проводилась с адаптивными порогами 5 и 10% от нормы. Как было получено, что при случайном выборе последовательности срок количество эталонов уменьшается в среднем на те же 2-3%, но без гарантии такого уменьшения при конкретном запуске алгоритма сжатия. Заключение Проведенные исследования и эксперименты на реальных ГСИ позволяют оценить эффективность от применения того или иного метода сжатия. Теоретически установлены предельные коэффициенты сжатия для каждого метода. Показано, каким образом и для каких типов порогов можно уменьшить количество получаемых талонов при сжатии. Предложен алгоритм формирования талонов с более эффективным представлением множества пикселей набором многомерных сфер. Показано, что предложенные методы и рекомендации позволяют уменьшить количество талонов и как следствие увеличить коэффициенты сжатия, а также целенаправленно выбирать нужный метод распознавания и сжатия. Спасибо за внимание. Продолжение следует...